Всем привет! Сегодня я буду рисовать натюрморт рыбы. Вы видите его сверху, и вот тут вот он сейчас выглядывает у нас. Буду рисовать я в умном скетчбуке, вот такой вот он в фиолетовом цвете. О нем я расскажу позже. Но если вы хотите посмотреть уже сейчас, на него есть ссылка в описании под видео. Итак, рыба. Значит, я хочу рисовать сегодня цветными карандашами, поэтому мне нужно будет сейчас их подобрать, цвета, потому что их у меня достаточно много. Давайте я сейчас скринзу их отложу, и мы с вами порассуждаем, какие же карандаши нам с вами могут понадобиться. Так, какие-то зеленые оттенки, да, и я думаю, что больше всего нам могут подойти голубые. Теперь сюда выложу. Итак, сразу давайте определимся, что все цвета мы здесь прям подряд использовать не можем, поэтому нужно ограничить как-то свою палитру. Но в первую очередь я, конечно, вижу какие-то охристые оттенки. Могу взять, что у нас здесь вот. Наверное, мы будем подточить этот карандаш. Потом я вижу оранжевый, потому что это красноперка. Так. А, вот у меня еще есть здесь. Так, вот у меня здесь есть еще оранжевый цвет. Обязательно он у меня есть. И вот, честно, я вам предлагаю, конечно, хотя ограничить свою палитру, но в серых цветах, особенно если вы еще только учитесь работать с цветом, все-таки выходите именно на цвет, а не на тон. Так. Поэтому, допустим, я вот вижу там какие-то голубоватые оттенки. Это рыбий. Вот я вот такой вот возьму тоже цвет. Старайтесь, чтобы в вашей работе присутствовали и теплые, и холодные оттенки. Это не значит, что нужно там красный или там синий обязательно, чтобы присутствовал. Но даже, допустим, вот такой вот легкий оттенок, видите, он все равно дает небольшую холодинку. Либо же вот возьмем такой вот розовый и красный, да. То есть у нас этот розовый тоже дает холод, и он может идти. То есть в первую очередь нас всегда интересует гармония цвета и цветовых сочетаний. Так. Этим мы, конечно, выбрали цвета, но нам их будет недостаточно. Я вижу какие-то зеленоватые, оливковые. Тоже возьму. Вот этот возьму. И, конечно, я сейчас чуть-чуть беру с запасом. Я потом их опробую и ограничу, опять-таки, свое количество цветов. Просто карандаши – это не краски, как бы, мне бывает сложно понять. Вот на вид он здесь темный, а потом он может быть вообще, видите, вот он темненький. А потом окажется, что цвет совсем не темный. То есть будет неудобно. Однозначно нам понадобится черный для выразительности. Сто процентов. И я вижу здесь всякие земляные краски. Вижу небольшой оттенок такого фиолетового я хочу взять. Я его местами-местами наблюдаю. И давайте сейчас вот возьму несколько земель. И попробую, и опробую их, какая мне подойдет. Вот такие земли. Давайте, чтоб наверняка. Возьмем серенькие, пускай будут. Вот. Теперь я сейчас эти все работы отложу. Карандаши отложу. И мы попробуем их выкрасить. Выберем те самые необходимые. Так, желательно делать выкраску. Именно на той бумаге, на которой вы будете работать. Потому что она тоже может влиять на оттенки. И теперь, сейчас выбрала место, где у меня уже были какие-то подчеркушки. И я здесь выкрашиваю цвета. Вкладываю их обязательно в том порядке. И смотрю, насколько мне может подойти тот или иной цвет. Ну вот я сейчас смотрю на натуру. Вот такой чистый желтый мне подойдет меньше. Я думаю, что я на этом остановлюсь. И вот кладываю. Ну, оранжевый сто процентов. Он нам понадобится для плавничков. Нужен. Хорошо. Так, голубоватый. Да, 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 отлично. Вижу, что то, что надо. Хорошо. И сразу же рядышком с ним посмотрю, как себя будет вести фиолетовый. Ну, считаю, что нормально. В принципе, его можно будет даже оранжевым или землей какой-то случай чего пригасить. И будет хороший цвет. Супер. Так. Теперь оливковый. Ну, не знаю. Вот я сейчас так смотрю. Так, пока оставим. И посмотрим с вот этим вот цветом. А, нет, видите, темный. Хорошо. Мне кажется, что он, наверное, будет все-таки ближе, больше востребован. Хотя, вот нужно смотреть, где мы можем этот цвет. Ну, местами можно. Там чешуи он. Так, серенький. Совершенно не повредит. Черный. Тоже. Так. И теперь вот у нас осталось три земли. Пять. Пять земель. И сейчас я буду смотреть. Мне еще нужен по тону. Так, это раз. Коричневатые. Так. Ну, этот может быть. Какие-то совсем похожи. Но этот с зеленцой. Я думаю, этот я оставлю вместо зеленого. Вот этого вот темного. Угу. Так. Вместо зеленого темного. И теперь мне нужен какой-то вот коричневое дополнение. Ну, наверное... Так, еще раз. Это вот этот. Это вот этот. Этот нет. Не вижу я там таких красных. Возьму этот. И теперь делаю финальную выкраску, чтобы посмотреть, как эти цвета у меня будут в сочетании. То есть, ну, черный, как бы здесь понятно. Теперь я стараюсь цвета поближе к друг другу даже немножечко выкрашивать. Чтобы мы видели какую-то целостную такую картину у нас. Так. Этот не нужен. Хорошо. Фиолетовый. Ну, вот я бы, наверное, заменила бы. Ладно, сейчас выкрасим. Тут однозначно голубое. Это для желтых. Если серый, нет. Фиолетовый какой-то вот. Вот видите, чем плохо такие открытые какие-то цвета, они бывают. Ладно, оставим, наверное, фиолетовый. Все-таки как есть. Просто будем давление регулировать. Так, если этот... Ну, вот эту зеленцу можно оставить. Так, цвета выбрала. Теперь можно и приступать к работе. Я буду рисовать стоя, что мне нравится именно этот ракурс сверху. Потому что если я сяду, у меня ракурс поменяется. Те, кто работает по фото, вам, конечно, немножечко в этом плане. И легче, и тяжелее одновременно. Тяжелее, потому что по фото работать сложнее. Вы меньше видите информации о предмете, чем есть на самом деле. Вот, и как бы сложнее что-то простроить, потому что вы не можете там заглянуть на натуру, посмотреть ее более внимательно, пощупать. Плюс у вас еще более все плоское такое получается. В общем, нелегко очень рисовать по фото. Но то, что цветное, это вообще сто процентов. Не нарисовала ни один пейзаж по фото. Ну, вернее, то, что порисовала, я это не могу назвать хорошим пейзажем. Вот даже Лиза Залегина, тоже такой хороший преподаватель очень. Она тоже абсолютно против работы по фото. Ну, как, она говорит, конечно, бывают какие-то моменты, что вот ты, у тебя безысходность, ну, что нужно там, допустим, где-то взять человека, ну, что там какое-то задание, ну, рисуем. Вот, но она говорит, хорошо даже бывает натуру пощупать, чтобы красиво, правильно ее нарисовать. Так, смотрю, что-то я тут сместилась по композиции. Нужно. Так вот, она говорит, что даже хорошо пощупать работу, чтобы она стала более такое, знаете, чтобы понять, как ее порисовать. Хорошо также покрутить. Вот я знаю, нам советовали тоже потрогать, покрутить натуру, походить с разных сторон. Тогда ты начинаешь как-то вот ее лучше понимать. А если там, где ты понимаешь, то там ты и рисуешь лучше. Потому что вообще все рисование, по большому счету, это познание этого мира. И тут важно, то есть мы через рисунки свои какие-то открытия маленькие об этом мире передаем. Даже, допустим, мы можем много и долго смотреть на рыбу, но мы не поймем ее строение до конца, пока не будем рисовать. Потому что наш мозг не обратит внимания на какие-то вещи. Поэтому, кстати, вот интуитивное рисование, знаете, есть такая штука. Она хороша, но она хороша как бы не для реалистичного рисования. У нее там другая задача совершенно. Это как, знаете, можно хотеть научиться рисовать, а можно хотеть нарисовать картину. И это тоже две разные абсолютно вещи. Так, вот тут я могу уже перейти на коричневатый оттенок. Потому что здесь у меня... У рыбы в натуре такой вот оттенок присутствует. То есть, почему бы и нет. Кстати, по поводу цветных карандашей. Я бы сразу особо бы не думала о тоне. Я бы думала бы о цвете. Потому что тон, ну, по крайней мере, этими карандашами, он, ну, так плохо набирается. Просто невероятно. Поэтому... Как бы важно правильно простроить все. Максимально сделать точный рисунок. А потом уже батону набирать. Смотрите, я уже потихонечку начала вот здесь вот вводить фактуру черную. Мне кажется, вот как раз классно работать карандашами. Вот так вот угловатый, где-то смело. То есть, такой материал. Он добавляет декоративности работе и такой вот смелости. Ну, вот видите, допустим, здесь я еще вот с голубым каким-то оттенком работаю. Но он постепенно чуть-чуть приглушится. Потому что я буду там сверху добавлять тоже, допустим, чешуйку. И оптически краска смешается, и он немного станет другого оттенка. Вот. Поэтому, кстати, вот всем советую. Сейчас действительно получаю очень большое удовольствие в рисовании цветными карандашами. Такой вот, на первый взгляд, не очень живописной и цветной натуры. Ну, рыба, кстати, давно очень не хотела ее порисовать. И наконец-то дошли руки. Действительно, очень-очень классная и действительно очень интересная натура. Так что, если у вас тоже будет такая возможность, да или просто возьмите, купите, не такая она, и порисуйте. Уверена, тоже вам очень понравится. Вот. Ну, какая у меня задача, цель? Я не хочу оставлять белые места, я хочу придать рыбе достаточно большой такой материальности. Поэтому я должна буду избавиться от белого листа. И, конечно, буду постепенно наслаивать. Делать все больше и больше слоев. Это как бы, что придаст еще большего такого, знаете, объема даже. Потому что бывает кажется, что, да что там, я практически ничего не делаю. А за счет вот этого вот наслоения как раз получается то, что надо. Поэтому не бойтесь работать. Ну, вот, пока я продолжаю. Так, ну, с рыбой я пока что на данный момент закончила. Мне она вот так нравится. Сейчас такое, как я ее вижу. И хотелось бы продолжить свою композицию. Потому что, ну, здесь как нужно смотреть? По развороту скетчбука. Ну, вот, явно просится. Потому что явно здесь как-то мало, что ли. Вернее, много пустого пространства. И она такая лежит, бедная, одинокая. Поэтому нужно добавить. Я сейчас сюда добавлю ножичек. Ну, и потом посмотрим, нужна еще голова или не нужна. Так, ну, с рыбой я пока что на данный момент закончила. Мне она вот так нравится сейчас такой, как я ее вижу. И хотелось бы продолжить свою композицию. Потому что, ну, здесь как нужно смотреть? По развороту скетчбука. Ну, вот, явно просится. Потому что явно здесь как-то мало, что ли. Вернее, много пустого пространства. И она такая лежит, бедная, одинокая. Поэтому нужно добавить. Я сейчас сюда добавлю ножичек. Ну, и потом посмотрим, нужна еще голова или не нужна. И так, вот ножик я наметила. Смотрите, специально сделала его чуть-чуть больше, чем он есть в натуре. Чтобы, опять-таки, заполнить пространство листа. И насчет цветов. Да, нож цветной. Но я буду использовать те же цвета, что и для рыбы. Потому что, ну, совершенно нет смысла. Вернее, как нужно, чтобы все смотрелось гармонично и целостно. И вот как раз одна цветовая гамма, один колорит, нам помогает объединить работу. И сделать ее такую вот, ну, как я сказала, целостной, действительно. И вот таким вот незамысловатым способом я быстренько нарисовала достаточно нож. Чтобы было легко использовала, как уже говорила, те цвета, которые у меня есть. И использовала я всего-навсего 9 карандашей. И можно сказать, что цветов я использовала еще меньше. Ну, это если мы возьмем чистые цвета. Потому что вот эти вот земли, это все идут у нас производные. Черный и серый. Это больше как характеристика тона, а не цвета. И такое получается. У нас 4 основных цвета. И в карандаше вот у нас 3 таких получилось. То есть, если смешать в тех или иных пропорциях эти цвета, мы можем получить вот эти. Вернее, не можем, а получим. Поэтому ограниченная палитра, это здорово. Я советую вам такую практику вносить в свои рисунки. Потому что она делает работу гармоничной. Не то, чтобы там серая, сдержанная. Нет. Честно, вот просто попробуйте. Почитайте, может, более подробно в интернете. Если хотите, чтобы я сняла вам видео об ограниченных палитрах, пожалуйста, пишите в комментариях. Я его, тогда я его обязательно сделаю. Вот, а рисовала я сегодня, значит, карандашами Марка. Вот они. Самые такие простенькие, дешевенькие. Для скетчинга, я считаю, в самый раз. И рисовала я в таком вот умном скетчбуке. Он у меня желтого цвета. Уже такой рабочий, потертый. Вот так вот он выглядит. Фиолетовый вариант его. Значит, почему скетчбук умный? Как хотела вам рассказать. Потому что внутри полезные советы по рисованию. Оформлены такие вот симпатичные иллюстрации, которые специально рисовались для этого скетчбука. Вот. И из доли юмора объяснены всякие приемчики, которыми полезно пользоваться не только молодым художникам, но и более старым. Ну как старым? Более опытным. Потому что я по себе помню, когда в университете там мы делали классные упражнения, и уже потом они после выпуска там где-то забылись. И бывает, как знаете, как какое-то озарение. Ты что-то вспоминаешь, делаешь, понимаешь, что это было очень здорово. Вот. А еще тут есть такой вот классный чек-лист, который можно вписать в свои темы для набросков, чтобы всегда было что порисовать, если выдалась такая минутка. Ну и можно перерисовать вот предлагаемые мои варианты. Вот. И вот здесь вы можете видеть, идет в перемешку с чистыми листами. Бумага дизайнерская, Мюнкен Полар. Ну, более подробно вы можете почитать в описании. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк. Кто не подписан, подписаться и нажать на звоночек. Вот. И до новых встреч. Всем пока-пока.